В прошлых видео я рассказывал о структурных продуктах, как они работают, и я говорил, что у меня до сих пор есть структурный продукт, который открыт на 250 тысяч рублей, сейчас это доступно только квалифицированным инвесторам, но тем не менее, среди моих подписчиков есть масса квалифицированных инвесторов, я это знаю, и сейчас я хочу рассказать об этом продукте, о котором я рассказывал ранее. Это структурный продукт на корзину из четырех компаний дает доходность 23% годовых, но доходность условная. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, речь идет о структурном продукте с условным купоном, типа Автокол, и минимальная стоимость у него 250 тысяч рублей, минимальная сумма вложений. Я открыл его 1 июня 2021 года, то есть в этом году, и он на год рассчитан, 1 июня 2022 года, срок его действия истекает, если он не закроется раньше. Это Автокол. Давайте посмотрим, в чем заключается условие. Ну, вы помните, что это корзина из четырех валют, если все четырех компаний, если все четыре компании превысят свой первоначальный уровень, то уровень на открытие, то он закрывается. И самый кайф это не в том, чтобы все компании выросли, потому что тогда он закрывается прямо сразу в первый же период наблюдения, а вся идея заключается в том, что какая-то из компаний может быть не вырастет, и тогда выплачивается ежемесячный купон из расчета 23% годовых и продолжается дальше. Ну, а если компания, так сказать, ну, купон выплачивается условный, почему он условный? Потому что если стоимость акции упала, причем упала достаточно много, то есть больше, чем на 15%, то купон перестает выплачиваться, но запоминается. И у меня сложилась вот такая история. Смотрите, у меня этот продукт на корзину из следующих компаний. Газпром, ГМК Норникель, Лукойл и Яндекс. И на момент открытия, посмотрите, все они немножечко сначала рванули вверх, а потом ГМК Норникель опустился вот сюда. И смотрите, три компании превысили, то есть это вот все, если все четыре, то закрылся бы продукт, а одна компания, ну, как бы подвела или не подвела, опустилась. Это ГМК Норникель, и, соответственно, я здесь получаю купон. На следующий месяц я тоже получаю купон, и на следующий месяц я получаю купон, а потом, что случилось? Вы видите, что ГМК Норникель опустился еще ниже, и смотрите, какая интересная ситуация. Три компании находятся выше, чем порох отзыва, то есть они выросли, а ГМК Норникель упал настолько, что даже купон не выплачивается. То есть я получил три купона, раз, два, три, сейчас мы это увидим, и четвертый купон я не получил. Дальше ГМК Норникель немножечко подрос, но следующий купон тут был на пределе, вы видите, вот он вот прямо на пределе, на самом пределе, и этот купон я тоже не получил. То же самое случилось и на следующем, посмотрите, он прямо идет по нижней планке. И, соответственно, этот купон я не получил тоже, вот, но буквально послезавтра наступает период следующей выплаты купона, и что сейчас происходит с ГМК Норникелем, давайте посмотрим. Так, сдвинуть я его, к сожалению, не могу, но, короче говоря, он превысил нижнюю планку. И если он за два дня не опустится ниже этой нижней планки, то я получу купоны. Раз, два, три, четыре. Четыре купона сразу. И таким образом у меня будет выплачено уже семь купонов, то есть я половину из тех условной доходности из 23% получу. Ну, с большой достаточно вероятностью. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Смотрите, ну, вот здесь вот все, барьер выплаты купона все зелененькие, то есть все барьеры выплаты купона зелененькие, барьер поставки актива все зелененькие, барьер отзыва продукта. Две красненькие. Что это значит? Это значит, что если все будут красненькие, то продукт отзывается, то есть он закрывается раньше времени, раньше срока, я получаю очередной купон и досвидос. Так вот, этого не случилось, это уже не случилось полгода, как смотрите, но уже седьмой месяц продукт действует, и если я за полгода получаю 23% годовых, ну в принципе это нормально. Хотя доходность в этом году была очень высокая, поэтому и продукт такой, он защищает от резкого падения рынка на самом деле. Вот что это значит. И давайте посмотрим таблицы выплаты купонов. 4,726 выплачено, 4,726 выплачено, 4,883 выплачено. И вот он, 4,726 купон не выплачен, 4,883 купон не выплачен, 4,726 купон не выплачен. И 4,883 дата выплаты купона не наступила, она будет наступить 31.12. Если ГМК Норникель не опустится ниже вот этого порога, то соответственно и Яндекс не упадет ниже, потому что Яндекс стал опускаться, то я получу вот соответственно эти деньги. 4,726 плюс 4,726 плюс 4,883 плюс 4,883. Почему купоны разные? Ну потому что купоны начисляются ежедневно и в каком-то месяце 30 дней, в каком-то месяце 31 день. И купоны начисляются ежедневно за каждый день. Но выплата условная, как я уже сказал. И таким образом я рискую на Новый год получить, смотрите, ну 18 тысяч рублей я прикинул где-то. Вот так. Так, ну а что будет, если вот какая-то из акций будет ниже, хотя бы одна из акций будет ниже вот этой нижней планки. продержится ниже до того момента, когда, ну закроется сам период этого продукта, потому что он конечный, у него год всего. И у него окончание 27.01.2000, ой вернее, 1.06.2022 года. Он закроется. И если на момент закрытия хотя бы одна из акций будет ниже, чем вот этот нижний период, то что будет? Со мной брокер расплатится акциями этой компании именно вот по первоначальной цене. То есть здесь я очень дорого куплю эти акции. И это будет не самый лучший вариант, наверное. Почему? Ну потому что если это будет ГМК Норникель, ничего страшного, я их подержу, они вырастут. Но у меня уже ГМК Норникель, а до ядрени фени. То есть у меня в портфеле ГМК Норникель есть две акции. Они уже выросли. Сейчас я вам покажу. Вот они, посмотрите, у меня здесь отсортировано по проценту в портфеле. По проценту в портфеле у меня на первом месте стоит, естественно, транснефть, потому что это всего одна акция. Больше там нельзя купить одна акция. Я купил ее за 141.700 рублей, одну акцию. И, ну вот, она сейчас немножечко просела, но на самом деле 160.700 рублей она стоит сейчас. Одна акция. За нее я получил 13-37% доход. Вот, за все время, пока я ее владею, но я не так долго и владею. Вот. И, кстати, купоны. Тоже не купоны, а дивиденды, они платят. Дальше у меня РУС-28, которая выплачивает каждые полгода тоже дивиденды. Сейчас она упала. Это облигация. Это облигация в валюте, еврооблигации. И она дает 12,75 доходность к номиналу в долларах. Это очень хорошая доходность. И поэтому я ее не собираюсь продавать до самого закрытия, до 2028 года. Дальше идет у меня, так, дальше у меня идет продукт, это уже тоже структурный продукт, но он другого типа, это со стопроцентной защитой капитала. Я о нем говорил, сейчас не буду рассказывать. Он на 5 лет куплен, то есть до 25 года, там все нормально. А вот он ГМК Норникель. Вот посмотрите, красная линия, это если он ниже этой красной линии опустится за 2 дня, то, собственно говоря, купон снова будет отложен. Если он не опустится за ближайшие 2 дня, то купон будет выплачен, и я получу свои 18 тысяч к новому году. Вот такие истории. Ну, а сейчас из того, что рекомендуют аналитики открытия покупать, это вот акции Лукойла. Почему они рекомендуют покупать? Потому что сейчас Лукойл, пользуясь тем, что акции стоят не очень дорого, и ситуация такая интересная на рынке, он скупает эти акции, это объявлено. То есть Лукойл выкупает свои акции на бирже частично, то есть это называется buyback. И для того, чтобы их погасить, то есть сама компания выкупает акции, чтобы не платить дивиденды по этим акциям, потому что дивиденды будут достаточно большие, и она их гасит. То есть акций будет становиться меньше, и, соответственно, дивидендов на одну акцию будет больше. Поэтому, ну и вообще, ну как бы планируется, что аналитиками, что акции Лукойла вырастут. Что еще могу сказать про компанию? Ну вот Нио компания, которую я недавно купил, я о ней рассказывал, это китайские производители электрокаров. Вот здесь я ее купил, с тех пор, как я ее купил, она опустилась, сейчас она находится на еще более хороших условиях, чем на момент покупки. Так что если вы решите ее покупать, то покупайте, потому что сейчас она находится на хорошем уровне. И кажется, что это, ну какой-то вот минимум, она уперлась, и есть хороший шанс того, что дальше будет только вверх. Поэтому прямо вот хороший уровень, пожалуйста, покупайте, ее можно купить как в рублях, так и в валюте. Ссылочку на это видео вы увидите прямо сейчас, где я покупал немножечко Нио. Ну а сейчас я думаю, что надо закругляться. Спасибо за внимание, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.